Дон Карлеоне. А кто такой Дон Карлеоне, вы знаете, да? Это знаменитые мафиози, ну это как бы книжный герой, на самом деле такого человека не было, это просто прототип какого-то человека. И я потом расскажу, почему именно Дон Карлеоне, вот почему я взял, потому что у него был очень хороший принцип один. Итак, ребята, давайте традиционно, как всегда, будем с вами немножко ознакомиться, пишем в чате, кто у нас есть, то есть пишем город, пишем страну, потому что я вижу много иностранцев сегодня у нас есть, и ставим плюсик, если вы были на моих вебинарах, и минус, если не были. То есть город, страна, многие люди будут смотреть, это, так, Сумы, Луцк, Киев, это понятно, Украина, Херсон, Алена, иностранцы тоже подтягивайтесь, Казахстан, Россия, Екатеринбург, Украина, Днепропетровск, Латвия, Алена, Киев, смотрю, хорошо, Казахстан, Зоза, Харьков, скажите мне, и пожалуйста, вот, сейчас вот напишите, чем вы занимаетесь, жизни, вот, какая ваша, вот, сейчас, вид деятельности, отлично, написали, что вы видели, срезали аудитории, напишите, пожалуйста, чем вы занимаетесь, я видел, Алена, студент, отлично, в активном поиске работы, студент, ну, пишем, пишем, активнее, инженер по стандартизации, туризм, студент, домохозяйка, Сейчас вот, ребята, я хотел бы узнать, вот, раз вы здесь, логично предположить, что вам интересна эта тема, что вы, как бы, хотите лучше знать, как налаживать деловые связи, и вот, как вот решить все с помощью этих связей, и узнать секреты нетворкинга Дона Корлеоне, вот, напишите, Ага, пишет, Киев, Египет, морочит головы туристам, отлично, правда, заезжает экскурсии, в декретном отпуске, отлично, и что будет для вас лучшим результатом, вот, почему вы здесь, вот, что, что вас заинтересовало именно вас в этом вебинаре, подскажите, ребятам, напишите, пока я тут буду слайды Подготавливать Так, это не то Вот люди подтягиваются еще, как-то так у нас все всегда немножко позже получается Это Так, это вот он я, любимый, собственно, персоной, стою в Черногории, сейчас мы опять едем в Черногории, у нас будет только рекламный тур От моря туров по Черногории Я занимаюсь, мне 41 год, женат, занимаюсь недвижимостью, занимаюсь туризмом, тренингами, моя специализация в создании и развитии отделов продаж с нуля и до результатов Также мы, как бы, предлагаем людям франчайзинг по туризму и франчайзинг по недвижимости Также еще занимаюсь инвестированием Так В продажах давно, в бизнесе тоже давно, с 2000 года предприниматель, а в продажах с 98 года, так что опыт у меня довольно большой Более, создал более 30 отделов продаж за свое время Вот, а вот наша, как бы, коллега, это Таня, Таня, иди сюда, мы будем тебя ознакомить вживую Это она где-то Виталия, она любит, вот она живьем Это Таня, это человек, который занимается на моих фирмах рекламой, маркетингом, пиаром Все, что связано с, вот, с какими-то техническими задачами, это занимается Таня, она руководитель отдела маркетинга Консалтер компании «Полезные советы» и туркомпания «Море Тура» Ну и также она партнер нашей инвестиционной компании Ну, в двух словах, что ты скажешь нашим слушателям В двух словах расскажу позже Хорошо Так, и следующая, не менее очаровательная собеседница, это у нас Катерина Так, а что она не открывается, эта Катерина? Так, сейчас, сейчас, сейчас я вас познакомлю Я потом объясню, почему именно я взял этих девушек, а не каких-то других, да, на сегодняшний вебинар И в чем их особенные таланты? Ну, я говорю, Таня очень хорошо разбирается в всяких маркетинговых моментах В рекламе, в рассылках, вот именно она расскажет о технической стороне нетворкинга А Катерина, она, сейчас вот не могу открыть слайд, что за сегодня глюки какие-то Это интернет или что такое? Интернет, да? Надо было что-то сделать с этим Так, ходи, ходи, иди сюда, я же ее познакомлю Катерина у нас заместитель директора по туризму, туркомпании Море Туров Вот, она, ей очень хорошо удается, как бы, налаживать связи с людьми, причем сразу Особенно почему-то с мужчинами у нее хорошо связи получаются Сразу все продавать Да, так что, в двух словах вот что-то скажешь сейчас Не, наверное, так же, как и Таня, потом, когда предоставите мне слово, тогда скажи пару слов себе Да, отлично, ну что, тогда продолжим наш вебинар Только вот что-то я не могу со слайдами разобраться вот сегодня Так Итак, ребята, почему именно Дона Карлеоне? Дон Карлеон, у него были отличнейшие слова Да, он говорил, что вот когда к нему люди подходили, он говорил Он постоянно решал чужие задачи, он постоянно помогал людям Вот, получается, он как бы мафиозий был, а с другой стороны, он постоянно помогал людям решать их проблемы И когда к нему люди подходили, он говорил Я тебе сегодня помогу Я взамен ничего не прошу Но я надеюсь Даже, может, такого никогда не будет Но если такое случится Скорее всего, такого никогда не случится Я к тебе обращусь Я надеюсь, ты мне тоже поможешь То есть Еще раз Вот его слова Вот Сейчас откроется, я надеюсь, слайд Это почему-то совершенно не то открывается Так, что-то там с слайдами у нас проблемы Итак, ребята Сейчас я попробую что-то сделать с этим непослушным компьютером Это конец нашего суббинара Туда мы далеко залезли И вот нужный нам слайдик Итак, Дон Корлеоне Он Именно Хорошо был раскрыт принцип Так Так Едем дальше Итак, принцип Дона Корлеоне Я тебе помогу Может быть, я к тебе когда-то обращусь Скорее всего, этого никогда не случится Но если будет надо, ты мне поможешь Это как говорил крестный отец Итак, ребята, смотрите Сейчас я вам раскрою очень классную форму Сотрудничество между людьми Ее как бы разработал Анатолий Рапопорт из Торонского университета Он высказал одну интересную мысль Что самая эффективная форма социального воздействия Это сотрудничество, взаимный обмен и прощение Что это значит? А это значит следующее Когда он высказал такую мысль Как бы его критиковали Но В 1979 году Роберт Аксерот Он Собрал более 150 программ И эти программы Как живые люди У них у каждого была своя задача У кого-то было как бы И они должны были между собой Как бы в компьютере бороться между собой Победила программа Анатолия Рапопорта Которая вооруженная моделью Поведения SWAP То есть сотрудничество, взаимный обмен и прощение Она вышла победительницей В чем суть этой программы? То есть Сразу Когда мы входим в контакт с другими людьми Не стоит с ними не выпендриваться Не соперничать с ними Не как-то пробовать победить этих людей А пробовать предложить им сотрудничество Как-то взаимовыгодное Какое-то мероприятие Взаимовыгодные какие-то Предложение Потом если тебе Вот это все было проверено Как бы эта программа Она победила все Даже более агрессивные программы Которые пытались украсть баллы Которые пытались втереться в доверие А потом обмануть Были программы очень сложные Были программы, которые Ревностно охраняли свои баллы И не хотели вообще ни с кем сотрудничать Программа SWAP Она в конце концов заразила другие программы И вышла победительницей И другие программы в виде, что это намного эффективнее Они Начали как бы копировать действия этой программы Так вот Первое, сотрудничество, взаимный обмен Если тебе помогают Ты должен тем же отвечать человеку В той же мере Или даже немножко в чуть большей мере Если на тебя нападают Если тебя как бы обижают Ты должен тем же ответить И потом в конце концов Вы все прощаете друг друга И начинаете опять пробовать сотрудничать Если взаимный обмен Прошел позитивный Это тоже хорошо Опять же в конце как бы Все это обнулилось Прощение И вы опять предлагаете Сотрудничество Своим партнерам И тут дело не в доброте А в вашей собственной выгодой Доказанной компьютерной программой Это очень важно Вот именно то, что вот Идеальная форма общения между людьми Так опять тебе работа у меня Что за шляк Что то Не включайте компьютер В интернете Может через то Может через то Может через то Что то я так и тут Что то за шляк Что то за шляк Что то за шляк Застаю Ничего не хватается А богато компьютеры включаешь? Раз 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 Слышно меня ребята? А не слышно вот Сейчас Как меня слышно? Ставим плюсики Кто меня что то выбросил С комнаты вообще Пропал Вот я вернулся Отлично Что то сегодня Ужасная связь у нас здесь Или это как бы Сервис глючит Не знаю Или Проблемы Проблемы С сервисом Итак ребята Смотрите Едем дальше Несколько Несколько универсальных Таких принципов Будем без слайдов Раз Слайды А вот Показали Слава богу Программа Своп Запомните себе пожалуйста Это Потому что это очень важно Именно это доказано Уже как бы Математически доказано Поэтому Программа Анатолия Рапопорта Поэтому она Победила Итак Смотрите Шесть базовых принципов Роберта Челдини Которые сейчас на нас Такой небольшой вступ Это взаимный обмен И взаимные уступки Это что значит То есть Вот Базовые принципы Сотрудничествами Между людьми Когда люди Между собой Сотрудничают Вот есть такая штука Если вы много раз Отказали кому то Вы как бы Уже должны этому человеку И наоборот Если вы что то сделали Доброе для человека Вы ждете Что вам ответят Тем же И на этом базируется Кто такой Роберт Челдини Я рекомендую Почитать его книгу Психология влияния Это мировой бестселлер Который Вышел тиражом Более 12 миллионов Роберт Челдини Он ставал Риэлтором Он ставал Политическим агитатором Он ставал Сетевиком Он ставал Рекламным агентом То есть Везде где есть влияние На других людей И он записал Шесть универсальных принципов Очень рекомендую эту книжечку Поставим плюсики Кто читал эту книгу Респект И уважуха Этим людям Второй Ставим плюсики Кто читал Роберта Челдини Второй Очень большой И базовый принцип Такой важный Это посредовательность И обязательность Обязательность Это что означает Чем больше Человек во что-то вложился Тем больше Как бы он Привязывается к тому Во что он вложился И вот Вся человеческая Цивилизация Базируется на Посредовательности Непосредовательные Люди Как бы они Не уважаемые В обществе Третий принцип Роберта Челдини Это социальные доказательства То есть Первый Это я тебе Ты мне Второй Если пообещал Держи слово Третий принцип Социальные доказательства Обязательно почитайте Те кто ставит минусы Социальные доказательства Это Означает Если Тебе нужно Как меня слышно Ребята? Вы меня слышите? Ставим плюсики Кому слышно Отлично Это не в том суть Это не звук Я просто говорил Поставим минусы Кто не читал книгу Роберта Челдини Хорошо Социальные доказательства Это Если всем надо То и мне надо Поэтому Строя свою сеть Деловых контактов Надо показывать То что Как бы Ты уважаемый человек У тебя уже есть Эта сеть Социальных контактов И в продажах То же самое То есть Если кому-то надо Значит всем надо Если никому не надо То и мне не надо Как в советские времена В очереди Третий принцип Роберта Челдини Принцип авторитетности Ты должен выглядеть так Как выглядит Человек В той среде В которой Ты хочешь войти То есть Если ты среди докторов Ты должен выглядеть Как доктор Доктор скажем С пирсингом Или с наколками На руках Совершенно не будет Котироваться Допустим В рок-клубе Он в самый раз Подойдет И Еще следующий принцип Симпатии Принцип симпатии Он В чем Если Скажем Мастером Обаяния Был Билл Клинтон Был и есть Американский президент Он умел Очень хорошо Справить Впечатления На собеседника С которым он общался Складывалось мнение Вот я читал об этом Что он общается Только с тобой Все внимание Концентрировалось На тому человеку Даже не несмотря на его статус Он Когда здоровался с людьми Придерживал другой рукой Залог человека И несмотря даже если Это был оппонент Он умел располагать Себе людей Ему даже Простили Монику Левинск Да И Последний принцип Это принцип Алло Не слышно меня Да Анастасия Пишет что Не слышно Не у меня микрофон Ключен А ну ребята Слышно меня Это у вас Анастасия наверное что то Поставьте пожалуйста плюсики Кому слышно Слышно Перезагрузите Свой компьютер Или зайдите С другого браузера Это может быть От этого Как бы Сейчас Как бы Да Смотрите еще Что можно продавать Можно продавать Вот только то что я вот Сейчас написал Больше ничего не придумал Товар свой или чужой Услугу свою или чужую Знания свои или чужие Можно продавать даже связи Свои или чужие Если скажем У вас на таможне Есть знакомый таможенник Да Или же скажем Вы агент И у вас какая то Последническая деятельность Вы спокойно можете продавать связи Даже есть такой бизнес Когда человек Вот На западе Это довольно распространенный эффект Когда человек Формирует Как бы Базу своих Клиентскую базу Или у человека Есть база Своих деловых контактов Как бы Досье И это как бы Нематериальный актив Его Он оценивается Так же вот Как бы Люди делают Какое-то партнерское Партнерское предприятие Можно продавать Работу свою или чужую Можно продавать Время Это как бы Такие базовые понятия Чтобы мы ехали дальше Потому что Мы именно сегодня говорим О нетворкинге О деловом подходе Ну и Понятно Чисто по-одесски Скажем так Что мы с этого будем иметь Как бы Моя прабабушка жила в Одессе Поэтому Это очень важно Поэтому Когда вы постоянно Чем отличается Я подход И вы подход Многие люди подходят К людям Постоянно рассказывают Что им нужно Им нужно то Им нужно сё Вот я бы хотел Мне надо вот такое По большому счёту Да Кого волнует Чего бы ты хотел Кого волнует Вот Твои интересы Каждый человек Постоянно думает Только о себе Любимым Поэтому Вы подход Это когда ты Даже говоришь о себе Как вот Ты можешь быть Полезным Для другого человека Поэтому Различают Два Как бы Подхода Есть Как бы Позитивный нетворкинг И негативный нетворкинг Позитивный нетворкинг Предусматривает Что вы подходите К людям Знакомитесь С людьми С целью Помочь им Решить какие-то Задачи Рассчитывая В будущем Что они помогут вам Негативный нетворкинг Вы просто хотите Использовать человека Решить какую-то свою проблему Да Вы решите проблему Но у вас не будет Этой Этой сети Так И Вот тоже важно Вот когда вы Начинаете общаться С человеком Чем вы заряжаете Собеседника Вы заражаете Вот есть такое Вот Недавно был на одном семинаре Там услышал очень Классную фразу Называется она У-га Ну унылое А дальше не буду продолжать Потому что как бы Некоторые люди Даже вот по телефону С ними общаются И ты слышишь Что это как бы Настолько унылое Ну вы поняли Да Настолько Какой-то Человек Неприятный Даже Голос его И он как бы Ну жизнь заставила С тобой общаться Или он типа вот Подает сигнал Что мол не мешайте мне Работать я Чем-то занят Более важным чем ты Поэтому очень важно Чем вы заражаете Собеседника Энтузиазм Это самая Высокоплачивая эмоция Очень рекомендую вам Почитать книгу Фрэнка Беджера Вчера неудачник Завтра приступающий Коменсам Там очень много интересного В этой книге Именно про энтузиазм И он говорит Хотите вот Поднять свои продажи Просто поднимите Свой уровень энтузиазма Итак ребята Базовый инстинкт человека Чтобы как бы Лучше понимали других людей Первый инстинкт Самый важный Это выживание Ради выживания Люди зарабатывают деньги Они стараются Уходить к докторам Ради выживания Чтобы уметь Помогать людям Как бы А нетворкинг именно Об этом говорит Говорит Что ты помогаешь людям Становится полезным Большому количеству людей И потом ты можешь Рассчитывать На этих людей И это выгодно Для любого бизнеса Мы попробовали туризм По принципу Сетевого маркетинга делать Как бы Люди приходили Давали свои контакты Давали свои телефоны Давали свои имейлы Мы потом В первую очередь По теплым контактам По знакомым По подогретым контактам Мы поработали И поэтому Как бы Многие жалуются Что нет продаж А у нас есть продажи Поэтому Потому что Мы в первую очередь Используем сеть контактов У каждого человека Есть 300 Знакомых Знакомых Которых он хорошо знает И 2000 Людей Которых он вообще знает Поэтому это Огромные Как бы Конкурентные преимущества Если это использовать И так Выживание Размножение Размножение Это понятно Это Отсюда Идут духи Всякие Парфюмерия Красивая Одежда Что понравится Противопожной стати Потому что ведет Инстинкт раздражения И второй Базовый инстинкт человека Это игра И любознательность И часто Есть такие Ненормальные люди Которых Любознательность Игра Соленее Чем два Предыдущих инстинкта Это Парашютисты Это как бы Люди Которые занимают Чем-то экстремальным Для них эта игра Важнее Чем даже Вот Они Соленее И Так Иерархия потребностей Масловым То есть Если взять Так Тут пишет Юлия Что Зависит от региона Конечно от региона тоже зависит Но зависит также от того Как вы Используете Потому что в Львове есть Купату фирм Которые позакрывались сейчас Причем фирмы Именитые Давних фирм Просто они Как бы работают по старинке Они дали рекламу И ждут что Кто-то придет по рекламе То есть Это пассивные Пассивные продажи А есть активные продажи Именно активным продажам я обучаю Итак Иерархия потребностей Абрахама Маслову Физиологические потребности То есть Человек должен поесть Попить Как бы покушать Тогда вот как говорил Леонид Ильич Брежнев Я хлеб буду и песня Да Я хлеб будет и песня Это для людей которые не знают Украинский язык Второй базовый инстинкт Это Или потребность Это не инстинкты уже Безопасность То есть Если Когда вы уже поели Тогда в первую очередь Человек заботится о безопасности Он старается оградить себя От всяких Как бы Опасных Людей Вещей Ситуаций Когда Человек наелся Напился Выспался И защитил себя Тогда Причастность группы Есть конечно Как бы Исключение из правил Но как правило это так и есть Человек хочет быть частью чего-то И желательно частью чего-то большого Как в этой притче Что Один таскал просто камни А другой человек Строил храм И конечно Что Тот кто Строил храм Он работал лучше Четвертый Выделиться И вызывать уважение То есть Как то привлечь внимание К себе И пятый Когда уже человек Все это удовлетворил Тогда он занимается Творчеством И реализацией своих талантов Он будет делать Даже то За что ему не платят деньги И так Ребята Переходим Следующим Как бы нашим Подсуммируем Немножечко То что Я только что вам сказал Первое Есть Вот Несколько правил Нетворкинга Которые Обязательно надо Придерживаться Сейчас я об этом Поговорю с вами А В первую очередь Вы должны знать Вот Потребности Инстинкты человека Вот И Обязательно запомните Вот это Сотрудничество Взаимный обмен Прощение Не так что Тебя кто-то обидел Ты простите Типа простил А на самом деле Постоянно обижаешься Ты должен ответить тем же А потом быстренько простить То что я вам говорил Это очень важно Потому что конфликты Всегда будут И так Правила нетворкинга Постоянное Поддерживание Контактов То есть Если вы с человеком Дружите Или вы Продерживаете Контакты Вы должны как-то Напоминать о себе Чтобы Это можно сравнить С каким-то механизмом Вы должны смазывать Шарнирчики Этого механизма Потому что Чтобы человек Банально о вас не забыл Потому что Если он о вас забудет То Как бы не будет Вами помогать в будущем Сейчас это очень просто Потому что В скайпе есть Напоминание Когда день рождения Есть Фейсбук Есть Соцсети Есть Мобильные телефоны Есть Куча всего Разного Что помогает Это все делать Так Следующее правило Если То я говорил Если вы что-то просите Соответственно Вы должны Рассчитывать Что и вас Другие люди Могут Попросить Что-то им помочь Тут Есть Такая себе Демократия Независимо от Статуса Если ты помогаешь Кому-то Если ты Просишь помощь у кого-то Помоги И Тому Кто Тебе Помог И третье правило Нетворкинга Оно тоже Очень важное Очень важно Это Вся сила Слабых контактов Очень часто Вот такие Ближайшие Ваши окружения Вот Вы его Как бы Оно уже не настолько Ценно Именно для Нетворкинга Для каких-то деловых Потому что Вы и так С этими людьми Постоянно сотрудничаете Все что можно было Они уже вам дали Вы дали им А вот Вся сила слабых контактов Знакомые Знакомых Вы этих людей мало знаете А вот Те люди Могут знать Таких людей Вы знаете Вот теории Шести рукопожатий Кто слышал об этом Поставьте пожалуйста Плюсики Кто слышал о теории Шести рукопожатий О Пошли плюсики То есть Через шесть рукопожатий Мы знаем Фактически Весь мир Ну например Допустим я знаю Кого-то человека Человек знает еще кого-то Кто знает президента Кто знает президента Штатов А тот знает там допустим Любого индейца Можно вот так в Африке Даже Индейца в Африке Интересно сказал Африканца В Африке Индейца В Америке Да Индуса в Индии То есть Вся сила В слабых контактах И вот еще один Такой интересный феномен Когда вы Взаимодействуете С другими людьми Это очень важно В сетевом маркетинге Да любая сейчас Продажа Любые В туризме Там В недвижимости Где бы вы ни работали Сейчас очень важно Вот работать Со своими Иметь сеть Большую Знакомых Те люди От которых Вы чего-то ждете Очень часто вам откажут А те люди Которых вы как бы Не ожидаете Они очень часто Придут вам на помощь Почему-то такой Очень часто феномен Встречается У кого такое было Поставьте пожалуйста Плюсики Или даже не так Поставьте От одного до десяти У кого такое часто Было в жизни Те люди На которых вы надеялись Вас подвели А те люди Вы вообще не ждали А этот человек Просто вот Вложился очень серьезно И помог вам Вот смотрю Пошли цифры Вот очень часто такое бывает Почему-то так Не знаю Пошли плюсики Так Едем дальше Итак Где искать новые деловые связи Ну это конечно понятно Надо занимать активную Жизненную позицию Я общался как-то С одной Очень успешной леди И она сказала Что если она в день Не раздаст пять визиток И не возьмет пять визиток У нее день пропал зря Как бы казалось бы Да зачем ей это Она уже и так все имеет Видите А многие люди Как бы вот даже можно Увидеть на вечеринке Какой-то Или там увидеть На ком-то тренинге Стоять себе в сторонке И как-то вот Что-то там мобилкой Играют Или что-то пишут Или скучковались По двое по трое И вот так тусуются постоянно Вот я буквально Вот на выходных Был на одном семинаре И там была одна пара Которая меня просто удивила Своим талантом нетворкинга Это семья Лобановых Насколько эти люди Как бы уже как бы Скажем так Не юные Скажем Как любит Ольга Лобанова Говорит Нам на двоих с Николаем По сто пять лет То есть сто пять лет На двоих По сто пять лет Это как бы Я немножко перегнул палочку Дай Бог им По сто пять лет уже И можно было Брать пример Как они Ненавязчивы И грамотно Фактически Перезнакомились Со всеми Людьми Важными Не очень важными Не важно Вот Как бы начинающими Очень матерыми Самыми главными Вот И как они сумели Вот стать центром внимания Вот этот талант Но этот талант Он развивается Не потому что Он от природы Конечно есть более от природы Там вот Скажем Это конечно Все надо прорабатывать Поэтому Надо занимать Активную жизненную позицию И ходить туда Где есть люди И там не отмалчиваться А подходить Представляться Это Надо уметь Представиться За буквально За одну Минуту Человеку незнакомому Есть очень классный Пример в литературе Как один Бразилиец Подошел до Трамп Пока они поднимались В лифте Это так называемые Как бы Разговор в лифте Пока лифт поднимается Ты должен рассказать о себе То есть Ты должен сказать Чем ты можешь быть полезным Другим людям Например я вот себе Скажу Я могу помочь вам Создать отделы продаж Могу вас обучить Я тому Могу помочь вам Создать бизнес В любой точке мира Где вы Находитесь Быть вам полезным В продажах Вот так Например То есть Буквально там 20-30 секунд Или даже за Минуту Вы должны вложиться Даже меньше минуты Необходимо заниматься спортом Посещать различные Спортивные секции Общие занятия Объединять людей То есть Как бы Спорт Или какие-то туркружки Или какие-то клубы по интересам Или какие-то бизнес клубы Везде вы там можете найти Еще одно Есть Нетворкинг Который тактически Дает он сразу результаты А есть Нетворкинг Стратегический Как бы Что такое Стратегический нетворкинг Как бы вы просто Ходите с каким-то человеком В спортзал вместе И постоянно с ним общаетесь И вы знаете Что он там Такой-то Вы Таким-то занимаетесь И вы как-то Вот Никакой пользы этого нет Но это ребята Может быть Стратегическое Очень важное Сотрудничество В моем будущем Я где-то вот Или читал Или смотрел Или я уже не помню Как один человек Бизнесмен Он специально записался В спортзал И занимался Возле мэра Одного города Города русского И он Постоянно Они общались Тут даже не напоминал о себе И наконец-то Мэр не выдержал И говорит Ну ладно Что у вас интересует Он сам предложил ему Как бы Может быть Стратегическое сотрудничество Те люди Которые смотрели ролик В начале Можно конечно Зарабатывать там Деньги Знакомить одних людей С другими людьми Но тогда ваша сеть не будет Большая и сильная Лучше это делать Как бы бескорыстно Вот сейчас я провожу юбинар Как бы бескорыстно Бесплатно Тем не менее Это тоже одна из форм Создания Сети своих деловых контактов Потому что Люди которые находятся В интернете А интернет сейчас рулит У них есть нулевой Нулевой уровень доверия И пока Ты не увидишь Человека вживую А именно на вебинаре Это возможно То Тебе Доверия не будет Никакого И так То что я говорил Светские вечеринки Светские выпускников То есть Ходите между людьми Потому что Не имей 100 рублей А имей 100 друзей Очень важно Внимать активную Жизненную позицию Так Что у нас дальше У нас столько слайдов Сегодня что Да Всякие деловые форумы Чаты в интернете То есть Для этого Как бы То есть Ну в чате Не только смотреть чаты А что-то комментируйте И не только сами Бросайте Как бы свои А Пробуйте как-то общаться С людьми В чат Это те же живые люди Только Общаются Через Посредством интернета Или соцсети Ну Интернета через соцсеть Да Вот Ресторанный бар Это как бы для деловых контактов Не очень-то Опять же Как бы надо делать Это Смотря в какой Среде Вот допустим Когда-то я работал В одной компании У нас было очень полезно Курить Потому что именно на перекуре Можно было поймать Финансового директора И с ним о чем-то договориться Так что вот Бывает Исключение из правил Так Да Ну и я говорю Очень важно Учитывать Культурные традиции Разных стран Потому что Допустим Наведен пример Караоке бара То что вот например Можно в одном месте То там в другом Как бы это будет неприемлемо Я уже говорил То что Можно делать В тусовке Рокеров То в тусовке Банкиров Этого не сделаешь Так Да Ну и качество Намного важнее Количество Поэтому У вас может быть Небольшая рассылочка У вас может быть Не так много друзей в контакте Не так много как бы Деловые у вас знакомых Но Они очень качественные Эти связи Вы помните О дне рождения этих людей Вы Как бы Всегда Как бы Поможете этим людям Поэтому Это двусторонний процесс Как бы Смотрите Есть хорошее такое сравнение Один молодой человек Он Постоянно писал письма Своей девушке Он жил в одном В конце штата А девушка жила в другом В конце Это американский пример Когда еще не было интернета И он постоянно Передавал письма Своей девушке В конце концов она вышла замуж Угадайте за кого? Правильно За Как этот По-русски Потому что За паштальона Да Пашталья по-украински Она вышла за паштальона Потому что она его видела Также И ваши Деловые контакты Ваш нетворкинг Ваша связь Если вас не видят Не слышат Как бы Вы незаметны Так у вас и не будет Этой сети никакой Вы ребята понимаете Насколько это важно Вот Такие моменты Вот Вы можете быть Супер талантливы Вы можете быть Супер как бы Не знаю Отличником в школе Быть золотым медалистом И в то же время Вы не сможете найти Никакую работу Не создать Никакой бизнес Ничего Никому не продать Вот Особенно это чувствуется Если вы заняты Как бы В сфере продаж Или тем более Если вы заняты Сетевым бизнесом Каким-то У вас нет социального капитала Вас никто не слушает Хотя Опять же Есть сейчас способы Работать через интернет Как бы Если ты в жизни не очень авторитетный Знаете Может в интернете себе Пробовать создавать Это регион немножко Нетворкинг Это социальная и профессиональная деятельность Чтобы с помощью Круга друзей и знакомых Максимально активно решать Сложные жизненные задачи Не только свои Вы им А не вам То есть Помните закон последовательств Как говорится Одна рука моет другую руку А мы немножко как бы Все азиаты Мы не совсем европейцы У нас Очень высококонтекстное общество У нас все завязано В этом комовстве Я вам сейчас В двух словах Могу объяснить Что Иногда Социальная сеть связи Они могут быть Вообще неоцененные Они Миллионами Может Допустим И никакие миллионы Не заменят связи хорошие Представьте себе Особенно к мужикам Обращаюсь Вот такой пример банальный Вы ходите на рыбалку С каким-то Вот Важным человеком А потом так случилось Что где-то в ресторане Кто к вам прицепился Какой-то вот Пьяный Вы дали ему по голове А это оказался народный депутат Допустим Вот Сколько стоит денег Вылезти вам Потом Из милиции Отмазаться От милиции Это вообще не мерено денег Это вообще непонятно Но если Этот ваш знакомый Сделать один звоночек Это все Вот так решается Итак Ребята Еще вам скажу Хорошую вот такую Притчу Или даже Это не притча Это даже история Такая Даже говорят что это правда Один человек Когда в Америке Была великая депрессия Он поехал в Южную Африку Он продал свой участок земельный И поехал в Южную Африку Добывать алмазы Тогда там была алмазная лихорадка Он поехал туда Что-то добыл Что-то пропил Что-то на женщины потратил Что-то опять заработал Ну в конце концов Он за 25 Годов работы Как бы ничего И так не разбогател И он вернулся назад в Штаты Уже Въехал молодым Вернулся как бы Старым дедом Въехал 30-летним Вернулся уже 55-летним стариком Потому что Был поношенный Как бы Испитый Перетруженный И он узнал Что на его участке Нашли огромные Залежи алмазов Это я о том говорю Ребята Что иногда мы ищем Куда-то даем рекламу Куда-то стараемся Через интернет Людей вытаскивать Там из другой страны Конечно хорошо Если у вас есть Друзья из другой страны И контакты Но иногда Вот эти все алмазы Уже прямо у вас Под ногами Это ваши знакомые Это ваши дедовые контакты Откройте глаза Попробуйте людям помогать Особенно знакомым Вашим знакомым Там такие Хладези Кто-то понимает Ставим плюсики Ребята Это очень важно Я думаю Если в это одну идею вынести Это уже будет польза С этого вебинара Большущая польза Отлично Потому что Вот я часто встречаю Вот я работаю В разных сферах Люди куда-то звонят Куда-то через интернет Там с другой стороны Вытаскивают С Америки людей А своих знакомых Не проинформировав Что ты этим занимаешься Я говорю Не надо никого убалтывать Убеждать в чем-то Мы же не мучаем Люди Которые не хотят Тур ехать Просто Расскажи всем своим знакомым Знакомым своим знакомым Что я занимаюсь Допустим туризмом В основе понятия Нетворки Лежат так называемые теории Я уже говорил Шести Ну то есть что Мы все знаем друг друга Через шесть рукопожатий А сейчас вот вообще Вообще Через интернет Мы вообще можем связаться С любым человеком Вы понимаете Что при общении с другими Действуют определенные Законы и принципы Которые помогут найти Общий язык с окружающими Да А сейчас вот Придет девушка Которая Постоянно Вот Как то вот От природы Использует Вот эти все принципы Она сейчас вам об этом Расскажет Потому что она очень умеет Классно вот Привлекать внимание Людей Знакомиться с людьми Они не забывают И вызывать Большое доверие Вот сейчас я Зову Катерину Кучерас Катя подходи А я попью водички А то Уже так много Языком Что с горли перезошло Садись на мое место А я немножко отдохну Так А сейчас я приду слово Катерине Катя Замечательница Директора компании Море Туров Львов Нашего офиса Она Мой партнер По инвестиционной Компании И У Кати Есть большой талант Уметь Как бы Располагать в себе людей Она пришла К нам на работу Я ее совершенно не знал Пришла вообще в недвижимость Как то так получилось Что попала в туризм И Получилось так Что я должен был Ехать за границу А та девушка Которая руководила Она Как то так вот Отнеслась очень халатно К этому И Катя Новичок Взяла на себя Обязанность Как бы Этого руководителя Это получилось очень классно Сейчас она продает Лучше всех И классно Руководит отделом Продаж Поведу словом Как бы На этой позитивной ноте Катерина Давай На самом деле Мы никогда не знаем Кому придется нам Обратиться И по каким вопросам Таким образом Мы часто Сталкиваемся Когда вы обращаете внимание На себя Также Хотелось бы отметить Принцип Бумеранга То есть Помнишь Помочь другим людям То есть Помоги другим Тем самым ты поможешь Самому себе То есть Всегда люди будут помнить О том Что когда-то Ты им помог И то есть Каким-то образом Они потом Ну Тебя отблагодарят Принцип обмена Что же это может быть Это обмен знаниями Обмен опытом Обмен работой Принцип легкости То есть Легкость и ненапряжность В отношениях Также Хотелось бы Сказать про Принцип высшей ступени То есть Абстрагироваться от проблем Быть Чуть выше Каких-то Эмоций Потому что Ну Эмоции заканчиваются И только тогда Приходят здравые Мысли Принцип обучения По принципу обучения То есть Правильно воспринимать Совет Правильно На них реагировать И Вот Еще хотелось бы Обозначить Принцип Принцип праздника То есть Это такая Проверка Проверка человека Как он радуется За твои успехи И как ты радуешься За его успехи То есть Не злорадствуешь Также бы Хотелось Когда успехи Большие достигают Да Когда большие Ну то есть Как сказал Один Знакомый мой Чем больше Ты поднимаешься Тем меньше Друзей у тебя остается На самом деле Вот Ну и как же Завязать правильное отношение Во-первых Обращать внимание На каждого человека Быть внимательным Потому что Ну Ты не знаешь Как Ну то есть Где Ты ему можешь пригодиться Где он Тебе может пригодиться В такой сфере Вот Узнать Чем вы можете Быть полезным Для своих знакомых Всегда Представлять Представлять себя Незнакомым Если вы работаете В той или иной сфере То есть всегда Возле себя иметь Визитки Всегда раздавать Оставлять контакты Брать контакты Чтобы был Ну Как бы связь Между вами Что вы можете Ему Перезвонить То есть найти какой-то Информационный Повод Чтобы связаться С этим человеком Ну то есть Непосредственно Это мы используем И также и в туризме То есть если там Когда-то я Познакомилась На какой-то конференции Допустим С каким-то человеком Который Ну я так не изначально сказала Как бы я работаю В туризме Вот И он мне сказал Вот я бы хотел Там поехать Например Отдохнуть В Египет Каким-то хорошим ценам Да То есть Тут же я нахожу Такой момент Смотрю Есть хорошая цена Звоню Говорю Там Владимир Иванович Есть вот Такой вариант То есть не хотели бы Вы рассмотреть его Он говорит Да там Скидывайте мне предложение То есть И раз Два Три На четвертый То есть на четвертый раз Он уже конечно становится Нашим клиентом Хочет он того или не хочет И едет в нашей фирме Вот Относиться к каждому человеку Очень важно как Ну к равному себе То есть не быть Выше Этого человека И не ниже Вот Так же не бояться задавать вопросы Только когда вы задаете вопросы Вы обращаете внимание на себя То есть люди вас запоминают Таким образом Что вы задаете вопросы То есть таким образом люди видят Что они вам интересны Ну и конечно же Будьте в нужное время В нужном месте Важно помнить Что как бы бизнес А также маркетинг Во многих аспектах Зависит от вашего умения Создавать и развивать здоровые Партнерские отношения Бизнес Это в первую очередь Общение И влияние Вот В принципе Как бы У меня Скажем Все Не буду Затягивать Да Много Рассказывать В общем Я все сказала Потому что я готовила Что бы ты посоветовала Домашние знания Что бы я посоветовала Больше общаться с людьми Быть позитивным Быть активным Не быть пассивным Ну и стараться нравиться людям Также Хочу вот навести Для наших Такой пример Для наших Партнеров Море туров Особенно В прошлом году У меня был Клиент Который поехал от меня В Турцию Такой Николай Вот И у нас Как бы с ним Ну такие очень дружные отношения Очень хорошо Я его отправила В Турцию Он съездил с семьей Отдохнул Он с очень небольшого города Там 6 тысяч 6 тысяч Населения буквально И Я ему настолько понравилась То есть Что в этом городе Теперь знает только Менеджера по туризму Катя И больше никто То есть Я только работаю с Добротвором Вот Так что Вот такие Полезные Связи у нас Спасибо За внимание Ставим плюсики Ребята Кому понравилось То что сказала вам Катя Поддержите девушку Да Может немножко не уверена Я только начинаю Вот Может быть будем теперь Видеться чаще Если Любовь Реши Катя Очень классно Спасибо большое Просто Катя Второй раз Принимает участие В вебинаре Поэтому Я немножко Переживала Да Еще там у нее Очень тяжелый день Несколько продаж Да У нас продажи У нас Турция Хорошо продается Вот Так что мы все Сейчас Поднимаем море туров Отлично Спасибо 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 я передаю слово Татьяне, Татьяна ходи сюда. Так, вот наша Таня. А ты не гуртала, не? Хорошо, сейчас. Обучение ситуации, да? А ты ж мало-то, да? Хорошо. Это уже нам рассказывала все Катерина. Видите, даже она без слайдов. Так, сейчас-сейчас-сейчас. Так, с чего начать продвижение бизнеса в социальных сетях? Вот именно Таня, она зубы съела на рассылках. На смс-рассылках, на емейл-рассылках. Я думаю, многие из вас... А кто из вас получает наши рассылочки? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Кто получает рассылки? Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто получает наши рассылки. О, ваши руки наши не дошли до всех. Вот, кто-то получает. А кто бы хотел получать? Если вы хотели получать, у нас на разные житейские темы. И не только по туризму, и не только по инвестициях. У нас вообще там... Вы бы хотели получать. Отлично. Тогда смотрите. Вот, запиши, пожалуйста, мой емейл, Таня. И пускай сбросит мне свои данные. Имейл, телефон, или просто емейл, имя. Вот мой имейл Sobaka.gmail Так, сейчас я напишу имейл свой И кому интересно, напишите нам И мы будем вам Мы вас подпишем на нашу рассылочку У нас разные рассылки На разных Что-то я написал Такое непонятно Сейчас еще раз Оно опаздывает О, пошло Одним словом, вместо этого диеза Sobaka Или там At Sobaka.gmail.com Напишите, сбросьте мне письмо Что хочу получать рассылочки И мы будем вас Также вы добавляйтесь в Skype Это такой же Skype То же самое Добавляйте в Skype Вот видите, мы уже делаем сеть контактов Итак, сейчас вам человек, который администрирует наши сайты Который следит за тем, что на сайтах был порядок А у нас сайтов три своих сайта Был четвертый, один закрыли мы сайт А, ну и с лендингом Это больше всего Четыре сайта получается У нас четыре своих сайта Недвижимость По туризму По По Консалтингу По инвестициях Так что у нас есть много всяких Сайтов И у нас есть несколько сервисов рассылки И Таня именно занимается тем, что Всякими техническими аспектами Сейчас она расскажет очень классные вещи Которые помогут вам в этом все разбираться Ну и кроме того Она очень облицательный человек Она делает мне и слайды И вот эти всякие такие стуки, которые я не умею Служу слово, Таня Хорошо Добрый вечер Извиняюсь за свой русский Я очень плохо разговариваю Громко говори Хорошо Как говорится, если вашего бизнеса нет в интернете Вашего бизнеса нет вообще Так что ты тут Хорошо И еще хочу процитировать Людомира Как вы говорите Нужно в первую очередь продавать себя Потом продавать Фирму Фирму А только потом продукт А только потом продукт Потому соцсети это хороший такой вариант Чтобы продать в первую очередь себя Они принимают активную деятельность в соцсетях Но они ничего не создают И есть генераторы контента Это такие как любомер Они все время что-то создают Что-то рекламируют Что-то пишут свое И таких людей Только 2-3% в соцсетях Я рекомендую вам вставать генераторами контента Потому что именно Деньги там Где деньги на сцене Или если ты Есть 2 категории людей Наблюдатели И наблюдаемые Лучше быть наблюдаемым Чем наблюдателем Потому что Энергия Это внимание И деньги Это внимание Поэтому Если вы умеете Привлекать свое внимание В наше время У вас будут И деньги появятся Пожалуйста Без слайдов пока Пока откроется Есть социальные соцсетях Активные дели Это у нас Лайк Самые слабые Проявления активности Это у нас Комментарии Это среднее Проявление активности И репост Самое сильное Проявление активности Дальше Вам нужно Определиться Чтобы определиться С вашей цельовой аудиторией Вам Вы можете зайти в группу Да Вы заходите в группу Ты не знаешь Говори по-украински Я буду переводить Это слова Хорошо Вы заходите в группу Выбираете всех участников Вы выбираете Там Фильтруете по критериях Это пол Возраст Критическое Местоположение То, что вам нужно И если Если ваша цельовая аудитория Составляет 30% 30% С группы То можно сказать Что ваша площадка Очень и очень хороша Дальше Что вам нужно На что обратить внимание Это разработка Маркетингового плана Для вашей Вашей страниц Что вы Что вы Пронируете На них делать Как это будет Возвращаться Выклеить Нужный анализ Эффективной Эффективности Вашей компании Да Хочу Сейчас Рассказать Об Правилах Пункты Плана Такого Основателя Ской компании Как Марк Цукенбард Да Его Первое правило Это дружить С правильными людьми Что это означает Это означает Что никаких Фейков Никаких Левых людей Вам в контактах Не нужны Вам нужны Ваши цельевые аудитории Какие-то Ваши друзья Это самое главное Должны Люди Которые Это дело Сам Марк Продолжай Он Рассказ Даже если Вы в жизни В онлайн В жизни Вы не очень Раскованная личность То онлайн Жесть тем и хороша Что вы Глаза Никто не смотрит Там можно Разгуляться Онлайн Да Можно Разгуляться Марк советует Чтобы вы создавали Свои страницы Как более жизненные То есть В вас В вас Они должны Выглядеть Живыми Вы должны Давать Свои правильные Данные Загружать Свои фотографии Чтобы Когда человек Заходил К вам на страницу То он видел Что вы живая Личность И Этим Самым Вы притягиваете Себе Людей Дальше Что он Делает Он Делает Каждый День По сообщению На своей Стене Он Пишет Какие-то Интересные Фразы Которые Он Слышал Или Делится С людьми Тем Что он Делал В этот День Далее Обратная Связь на Комментарии Он Он Всегда Отвечает На Все Комментарии Которые Которые Были В него Настремиться Когда вы Поддерживаете Живую Связь Это Привлекает Людей Дальше Он Советует Не Будь Присказуем Что Это Значит Раз В неделю Или В две Он Начинает Твою Тему Которую Никто От Него Не Ожидал Или Какая Нибудь Какая Нибудь Картинка Или Какая Новость Он Это Делает Для Того Чтобы Сбудуравить Аудиторию Как Шокировать Одним Словом И Самое Главное Не Создавайте Врагов Потому Что В соцсетях Очень Легко Создать Врагов Он Никогда Не Затрагивает Политические И Религиозные Темы Дальше Что Очень Важное Правило Это Не Все Друзья Что Добавляются Всех Должно Быть В меру То Должно Быть И Ваших Настоящих Друзей Должны Быть Какие То Коллеги Или Люди Которым Вы Общаетесь Только В соцсетях Дружите С людьми Из Разных Стран Например В Друзьях Марка Сутенберга Только 62% Людей Живет За Границей И В то же Время Доля Их Активности 83% На его Странице То есть Люди Постоянно К нему Заходят Читают Комментируют Он Популярный В этих Людей Дальше Женщины Движущие Силы Как Говорит Он Женщины Это Более Покупательный Сегмент Более 70% Да Потому Лучше Все-таки В друзьях Чтобы Были Больше Женщин А не Мужчин Все-таки Вам Решать Дальше Его Пятая Правила Нет Ничего Плохого В Самой Рекламе То есть Вы Можете Себя В соцсетях Рекламировать Но Это Не должно Выглядеть Только Если вы Ведете На страницу Только Ваша реклама Только Ой Какой я Хороший Какой Обалденный Да Это Должно Все Разбавляться Да Меру И Разбавляться Что Еще Что Еще Важного Например В В Как Какое Время Задавать Посты Марк Цукенберг Он Говорит Что Самое Лучшее Время Для него И для Его Аудитории Это С 8 До 11 Утро У нас Например Самая Лучшая Подача Постов Это С 11 До 3 Часов И С 8 До 10 Вы Так же Само Должны Определиться В Какое Время Самое Лучшее Рекламировать Ваши Услуги Ваши Товары Или Ну Или Седа Провести Такой Анализ И Обязательно Как я уже Говорила Нужно Проявлять Активность Каждый День На Ваших Соц Сетях Дальше Что Еще Важное Такая Google Плюс Для Бизнеса Многие Считаю Что Это Неважная Соц Сеть И Ее Не Ваш Не Стоит Не Стоит Использовать Но На самом Деле В Google Плюс Это Более 300 Миллионов Человек В Сом Мире Ну Согласитесь Со мной Это Такая Большая Аудитория Что От Себя Добавлю Чем Классный Google Плюс Google Плюс Это Соц Сеть От Гугла Она Очень Классно Выставляется В Поиске Мы Даже Писали Какую-то Ерунду На Первой Странице Она Стоит Google Плюс Специально Так Делается Facebook Такого Не Достигнешь Или В В Контакте Очень Классно Если Сделать Пост С Тегами Хэштэгами То есть Диезик Напиши Хэштэг Чтоб люди Видели Что такое Хэштэг Может кто-то Не знает Что такое Хэштэг Оно Очень Классно Потом Видно Напиши Море Тур Море Море Тура Море Тура Одно Слово Море Просто Море Вот, это хэштег, то есть обязательно ваши посты должны быть с хэштегами, потому что... Но не более шести в одном посте, это плохо влияет. Да? Я даже не знал этого. Да, не более шести. Чем хороша эта серия Google+. Например, вы что-то написали, да? Человек, ну, какой-то пост создали, какое-то видео загрузили, какую-то информацию подали, человек прокомментировал данное событие, да? Человек будет до конца уведомлен о появлении любого комментария к этому посту, пока вы его не закроете. Чем это хорошо? Например, давайте, вот мой вперед, да? Горит, горит Египет, да? Там вот, о, я хочу, я хочу, или сколько там будет еще на ребенка 11 лет, или пишут, пишут, там какие-то вопросы задают, там эти люди интересуются этим постом. Вы должны всем ответить, проявить, ответить то, что, ну, как это пояснилось? Проявить. Ну, потребно пояснилось, не по-другому слову, и закрыть... Проделить внимание каждому человеку. Да, и закрыть эти комментарии. Чем это хорошо? Чем это хорошо? Смотрите. Вы, 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 вы через два дня, через три дня даете еще там пост, вот, например, снова про Египет, про туры, пишите горячие туры в Египет, да? Открываете этот предыдущий пост, предыдущие комментарии и пишите, снова горячий тур в Египет, смотрите у меня на странице, да? И эти люди, которые интересовались вот предыдущим туром, да, они будут знать, что есть еще новый какой-то тур в горячей ценой в этот самый Египет. Как закрыть комментарии, это такое, используйте Google Plus для создания своей аудитории. Введите в строку поиска понятия, относится к вашему бизнесу, и вы найдете людей, которые интересуют ваш бизнес, ваше сообщество. Вы можете по результатам, будут пользоваться Google Plus, комментарии, сообщества, соответствующие вашим интересам. Дальше, убедите, что очень важно в Google Plus, это изображения. Как в Instagram, например, принято, чтобы они были все-какратные, в Google Plus вы должны давать длинные, узкие и длинные. И качество этих изображений должно быть очень хорошее. Это будет привлекать намного больше внимания, чем обычные фотографии в обычных постах. Дальше, на что хотелось обратить внимание, планируйте выход постов. Вы складаете в себе какой-то план, чтобы не было возведено утром, накидаете там море постово, и потом три дня у двух. Это неинтересно. Дальше, на что хотелось обратить внимание, это YouTube. YouTube очень хорошая площадка. Да, это очень хорошая площадка для ваших продаж, для популяризации себя. Тут я могу от себя добавить насчет YouTube. YouTube это вообще сейчас number one, потому что YouTube, там вас можно увидеть, как вы выглядите вживую, как вы говорите. И это очень сильно вызывает доверие. То есть, кого-то вы толкнете, кого-то привлечете. Тем не менее, YouTube создает отношения намного более крепкие, чем все остальные соцсети. Ну и еще одно преимущество YouTube. YouTube очень классно тоже, это тоже от Google. Он тоже очень классно котируется в поисковике в Google, в Яндексе. То есть, особенно в Google, потому что это как бы от Google идет. То, что вы делаете на YouTube, делаете это обязательно, теги ставьте тоже, подписываете это видео. Оно может работать вместо вас. Это мне очень часто звонят люди, что-то хотят у меня купить, или там, потому что они уже как бы меня знают и благодаря YouTube. Пожалуйста. Да. Ну и таки несколько правил. Это прежде чем загружать видео на YouTube, вы должны дать ему правильное название. 80% успеха зависит от заголовка этого видео. Дальше должно быть высококачественное описание. Вы должны делать подробное описание вашего видео, начиная с ключевых слов. Далее пропишите теги к видео, к видео, за которым его можно будет еще искать. И обязательно, теги к каждому видео на YouTube должно быть создано специально под это видео. То есть, если вы там занимаетесь бизнесом, и у вас все теги бизнес, продажи, деньги, успех, это не должно быть всех ваших видео. Вы под каждое видео... Вот я слушаю и просветляю. А я вот даю это попроще. Еще очень важно дать на YouTube, на видео привлекательную картинку. Чем это хорошо? Вы сами, например, пересматривали какие-то видео, оно закончилось, и YouTube предлагает вам еще какие-то видео просмотреть. Человек обычно квасает на то видео, где ему понравилась картинка. Значит, и вы должны стараться так, чтобы ваша картинка на YouTube, на видео была привлекательной, чтобы ваши потенциальные коллеги, партнеры, клиенты хотели открыть, посмотреть, и там лайкнуть, репостнуть или прокомментировать. Дальше, что обязательно разошлите добавленное видео по базе подписчиков. Вы можете сделать это с помощью популяризации в соцсетях. То есть ссылочку вы кидаете в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Гугл Плюсе. Чем это хорошо? Еще один такой момент. Когда вы загружаете видео на YouTube, желательно, чтобы его посмотрели, чем больше людей, до двух часов. Чем это хорошо? Если вы, например, загружаете видео ночью, в первой, второй, третьей ночи, это видео не станет популярным. Почему? За правилами YouTube, если контент интересный, он всегда, он набирает подписчиков, да, он, подписчики ждут, которые какие-то новости, и они, если видео новое... Лучше ночью не загружать, получается? Нет, лучше не загружать. Я так слушаю Таню, думаю, господи, сколько я ошибок совершаю. Я все делаю неправильно. Кучу одних и даже теги ставлю. Ночью загружаю. Когда же днем, если днем нет времени загружать? Да, лучше днем, потому что ваши видео начнут просматривать, и оно внесется в топ YouTube. Если оно за первые два часа ни одного раза не будет просмотрено, после этого очень трудно попасть в топ YouTube. Далее, что очень важное, далее, что очень важный призыв к действию. Вы, например, на вашем видео можете добавлять ссылочки, кнопочки, это делается в редакции YouTube, когда вы загружаете это видео. Там, например, подпишитесь на наш канал, перейдите под ссылки, позвоните по номеру, например, в этом рекламируете, в туризме рекламируете какую-то страну. Там можете добавить кнопочку, если вы хотите поехать сюда, позвоните нам. То есть в каждом видео должен быть призыв к действию. Дальше, что важно, это объемить видео с схожей тематикой в кейлист. То есть, если человек там просмотрел что-то, чтобы он еще похожие видео под сепочки просматривал на ваш канал. Это ему станет интересно, и это больше шансов тому, что он подписывается на вас. И используйте графику плюс носки с ссылкой. Вы, как я уже говорила, можете добавлять подписываться на канал, следующие, предыдущие, а также ссылки на странице вашего сайта. Ну, кстати, в принципе, все. Извините, что так хаотически. Давайте, ребята, вот те, кто, ну, я смотрю, много-многие дожили, потому что мы сегодня немножко затянули, и там нас нарубывало несколько раз. Вообще-то, тема очень такая обширная. Как бы, мы пробуем сюда все втулить, как бы. Ставим плюсики. Кому понравилось то, что... Кому это было полезно, да, да. Кому это правильно, кому это было вот правильно. Таня очень классно умеет, как бы, вот я подам какую-то идею, такую, как бы, не причесанную. Она оба сделает хорошую статью из этого. Поддержите, как бы, девушек. Поблагодарим, не знаю, чем, пятерочками. Пятерочками поблагодарим Таню за вот полезную информацию. Ставим пятерочки. Где ваши пятерочки? Вот пятерочки с плюсом, можно шесть придать, двенадцать. Вот, 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 спасибо, спасибо, Татьяна. Спасибо, и я продолжу, потому что мой тяг сегодня уже как-то так долговато, но тем не менее. Итак, ребята, как расположить в себе людей? Даю вам советы Ларе Кинга. Вот Таня отлично нам показала, как использовать всякие соцсети, всякие технические инструменты. А сейчас я вам расскажу больше по психологии вот таких всяких штук. Да. Пожалуйста. Да, конечно. Еще хотела вам сказать, вот, например, реальных популярных людей, да. Вот, как говорит Марк Сукерберт, это очень важно. Вы, когда имеете в друзьях какую-то звезду, какую-то такую публичную личность, то это вам дает некий авторитет. А я их всех поудалял. Думаю, какая из них польза. Нет, это очень хорошо, потому что так обычные люди, это ваша большая часть. Это опять же доказывает теория Чалдини, социальные доказательства и принцип авторитета. То есть, если у тебя в друзьях, как бы, как этот наш украинский, чтобы везде там прославился постами, министр внутренних дел, как его? Как наш Аваков, он 2 миллиона подписчиков, он звезда Ютуба. Вот надо добавить Авакова и всех наших вот этих политиков, они самые популярные. Да, потому что люди к этим друзьям заходят, и они иногда просматривают их на их друзей. И может вас кто-то заметит, станете интересны, и кто-то будет расширять свои контакты с помощью того, что будет добавлять вас в друзья. Это присоединение к апперитету. Да, вторичек. Спасибо. Интерес к личности, если бы себе, то есть, как бы, будьте, как бы, интересуйтесь людьми. Люди любят тех людей, которые говорят о них. Следующий, как бы, совет Лайри Кинга. Необходимо относиться к чужим познаниям и с почтением. О, как вот, я отношусь с почтением, потому что действительно мы этого не знали. Слушатели всегда угадывают, что вы о них думаете. То есть, вы можете, конечно, макривать головой, но слушатели знают. Как бы, мы чувствуем подсознательно, что люди о нас думают. Если вы хотите, чтобы собеседник был честен и откровенен с вами, то вы должны таким же быть. Это, как бы, правило бумеранга, то, что рассказывала нам Екатерина. В любом разговоре первое, чего нужно достичь, это создать непринужденную обстановку. Все мы люди, как бы, поэтому не надо, там, терять голову, если перед вами крутой какой-то мультимиллионер, который приехал на ранжирование. Ну и что, он такой же человек, так же, как бы, болеет насморком и ходит в туалет, как бы. Поэтому мы все равные, никого выше, никого ниже. И иногда, вот, люди думают, что кто-то гордый сильно, а это просто застенчивый. Поэтому, как бы, надо вести себя довольно непринужденно самому, как бы, показать пример, как себя вести. Так, едем дальше. Чтобы сломать люди отчуждения между вами, надо, ну, спрашивать людей, задавайте вопросы, побольше вопросов. Вопросы это, кто задает вопросы, тот руководит разговором. Главное правило это слушать, поэтому у человека два уха и один рот. Сейчас, вот, есть такая техника активное слушание, когда вы перефразируете последние слова человека. То есть, а вы имеете в виду вот такое-то, правильно, Иван Иванович? Ну, типа так. Необходимые условия для того, чтобы быть хорошим в наше время, это информироваться. То есть, вы должны быть хорошо проинформированы, а не так, чтобы, как бы, о чем разговор не идет, вы, как бы, ни о чем не знаете. Так, ну и еще вам дам несколько советов для поддержания светского разговора. То есть, проявите инициативу, налаживайте отношения, не бойтесь поздороваться, искренне улыбаться. В начале разговора идеально подойдут похвала, как бы, ну, комплименты никто не отменял. Что еще важно в светском разговоре? Вот этот, как называют, как по-английски будет короткий разговор? Small talk? Short? Да, ну, вот такой короткий разговор, там, о погоде, о природе, о ваших делах, можете спросить человека. Человек готов говорить часами о своей работе, почему так сложилось, что... Но очень успешные люди не любят, когда говорят о их работе, потому что это уже, как бы, их бывшие. Они часто, вот, что-то нового хотят достичь, а вы начинаете уже о том, что он давно уже надоело ему. Будьте готовы создать какую-то историю, то есть, навести пример чего-то. И обязательно надо снять напряжение по принципу слой-чужой. Вот каждый человек смотрит на нас слой-чужой. Вот, допустим, вот вы общаетесь с какими-то простыми людьми. А вот, вы, как бы, сильно отличаетесь от них, поэтому надо снять вот это напряжение слой-чужой. Надо быть похожим, нам нравятся похожие люди на нас. Во время разговора следует смотреть на своего собеседника. То есть, как бы, смотрите, человека, ну, да, не так, как Шпировский, вот, в одну точку, глаза в глаза. А вот показывайте, что-то интересное, потому что, если ты говоришь с человеком, не смотришь на него, ты этим показываешь, как бы, его, как бы, никчемность. Поэтому, это не помогает вашим отношениям. Как бы, очень хорошо договориться о повторной встрече. Чем бы вы ни занимались, если это бизнес-встреча. Даже если человек вам отказал, допустим, не купил у вас этот тур, или не хочет вашу компанию, там, подписываться, не хочет что-то у вас купить. Мне очень интересно было с вами общаться, вот, у нас очень много общего. Давайте мы как-то еще встретимся, поговорим о чем-то, допустим. О спорте, там, если это, допустим, вы хорошо разбираетесь в винах, там, мне интересно было с вами на эту тему поговорить, вот, там, мы очень много сходимся с чем-то. То есть, договоритесь о повторной встрече, это очень важно. И обязательно говорите, что с вами приятно общаться. А сейчас, вот, те, кто дожили, вот, молодцы, ребята, те, кто не выдержали, я их тоже понимаю, это уже вечер. Тем не менее, вот, смотрите, это все хорошо. И технические, и всякие штуки, и приемы коммуникации, и наложение контактов. Но самое главное, это надо потом все, как бы, как это по-русски будет, надо все это потом задокументировать. Потому что мы теряем массу контактов, просто потому, что, как бы, одни в телефоне, другие в компьютере, третьи в голове, четвертые где-то в бумажке. Первый этап, инвентаризация деловых связей. То есть, возьмите, кого вспомните, запишите. И не просто где-то там на бумажке, а заведите себе в компьютере программку, можно это делать в Excel, или же в блокноте, если вы, там, больше любите, как бы, бумажные носители информации. Второй этап, включение в созданную базу, в первую очередь, дополнительных данных. Третий этап, пополнение и расширение базы деловых связей. Мы уже говорили, как это делается. Четвертый этап, создание альянсов. То есть, объединяйтесь с теми людьми, то есть, какие-то клубы, или можете, вот, очень классно работают, как бы, вот, объединения, вот, с разных отраслей. Очень часто это делают успешные люди, объединяются между собой и общаются на разные темы. Как бы, очень классно, когда человек, никак не заинтересован в тебе, а просто дает тебе совет, и он не работает в этой отрасли. Как будет мозговой штурм, по-моему, Брайм, что ли? Да, ну, мозговой штурм. Пятый этап, сегментация деловых связей. То есть, обязательно это мы постоянно делаем, сегментируем. Тот занимается тем-то, любит такое-то, тот таким, тот по этим делам. Особенно, если вы занимаетесь рассылками, обязательно это надо сегментировать, то есть, разделять, как бы, классифицировать. Шестое этап, организация работы с деловыми связями. То есть, это важно, постоянно поддерживать контакт, и искать информационный повод. Что такое информационный повод? Вот, найти какую-то причину, чтобы напомнить человеку о себе. То есть, это может быть звонок телефона, это может быть смс-ка, это может быть рассылка, это может быть, не знаю, через соцсеть переписались, это может быть через знакомых привет передать. То есть, как-то надо о себе напоминать. И хорошо, если это даже как-то спланировано. Седьмой этап, работа по расширению базы ваших деловых связей. Очень отлично работает, если это бизнес, я говорю, вот, просите рекомендацию, или же ваших, вот, наши сотрудники приносят все свои, там, телефоны, своих знакомых, в этом туризме, или свои имейлы, и мы потом шлем рассылочку этим людям. Восьмой этап, материализация и денежная оценка деловых связей. Ну, это, как бы, тоже можно сделать, потому что, допустим, если вы планируете какой-то проследовательский бизнес, или даже, вот, бывает материальный, бывает нематериальное вознаграждение, вы можете просто, допустим, одни люди ищут работу, а другие ищут таких сотрудников. Один, как бы, там, что-то открыл какой-то магазин, а есть люди, которые именно нужно это. То есть, вы можете, или через третьих, через святых людей, когда у вас будет это досье, вы можете просто сводить этих людей между собой, или деньги зарабатывать, но тогда у вас эта сеть не будет такая мощная. Или просто помогать бескорыстно, тогда у вас будет очень мощная сеть, которая будет также вам помогать. Я думаю, вы понимаете, насколько это важно. И ключевые слова лидерства. Это Брас, книги менеджмент написал, шесть наиболее важных слов. Каково ваше мнение по этому вопросу? Пять наиболее важных слов. Я признаю, что совершил ошибку. Четыре наиболее важных слова. Вы хорошо выполнили эту работу. Три наиболее важных слова. Будьте так добры. Два наиболее важных слова. Благодарю вас. Одно наиболее важное слово. Мы. И одно наиболее важное слово. Я. Поэтому, ребята, будьте вежливыми с людьми. Благодарите их за работу. Есть такая шутка, что будьте вежливыми с людьми, пока не заработали несколько миллионов. Когда заработаете несколько миллионов, люди будут вежливы с вами. Но, тем не менее, даже когда вы заработаете несколько миллионов, все равно надо быть вежливыми с людьми, потому что всеми люди. И сейчас это очень быстрое время. Сегодня ты можешь быть на коне, а завтра ты уже как бы слетел. Ну что, ребятушки. Спасибо. вам, кто вот такой довольно долгий марафон у нас получился, почти два часа мы работали с вами. Я думаю это было полезно и мы сегодня пробежались как бы вот по максимуму поработали по такому понятию как нетворкер и по отношению между людьми. Вот как создавать эти дела? Очень рекомендую вам книгу Дарси Резака можете посмотреть вот это видео сейчас Дарси Резак связь решает все. Это Дарси Резак это выходец из советского не знаю вроде бы из России выходец. Очень сильный автор именно по нетворкингу сбросите ролик ссылочка на ролик. Сейчас сброшу так сейчас как работает нетворкинг это у нас есть тоже автор сильный вот там в ролике есть он сейчас я вам сброшу его так вот вам этот ролик он называется как работает нетворкинг там есть и вот вам еще включу в конце нашего вебинарчика включу вам очень дай бог очень смешной ролик очень смешной ролик так смотрите на этот ролик там очень я смеялся когда это видел итак ребята что было вот самое полезное в нашем сегодняшнем вебинаре напишите пожалуйста в чате что было для вас именно для вас полезнее всего и как вы думаете это использовать напишите пожалуйста в чате так этот ролик увы не проигрывается я вам его сброшу можете прийти прямо по ссылочке себе потому что что-то там не так с этим так вот этот ролик это не короче нужно наложить одно другое хорошо ребята ну что тогда тогда я желаю всем успехов я желаю всем иметь большие и хорошие и качественные деловые связи желаю всем огромных заработков хороших отношений будьте здоровы с вами был я Людмир Банько и компания пока пока до новых встреч до свидания